приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про аукционы поскольку их станет очень много но вначале напомню вам о том чтобы вы подписывались на группу вконтакте telegram vk play life ссылки все в описании не забывайте ставить лайки подписываться еще и на youtube на века видео так чисто напомнил для разнообразия что же там у нас происходит с аукционами частые аукционы новая концепция листы сразу же первый же вопрос неужели аукционы и так редко на мой взгляд аукционы так часто бывают вот недавно был аукцион и скоро нас ждет еще один то есть получается еще чаще аукционы будут проводиться минимум один раз в квартал то есть 4 это и пять раз в год минимум нас ждет какой-нибудь аукцион в среднем за раз будет 3-4 танка максимум 5 получается то какие-то микро аукцион щеки но и и будет много причем танки будут не обязательно новые ну и до этого аукционах не все танки были новые далеко не все дай бог один или два также были лоты за серебро также были за свободку и это все так и продолжится для того чтобы вымывать ресурсы это все очевидно так и было в принципе также могут быть на аукционе не только танки что тоже бывало но редко в принципе пока что по информации ничего сверх нового единственно что я так понимаю это будет прям стабильно как на конвейере 5 аукцион будет у нас 27 октября начнется и закончится 2 ноября 6 аукцион будет у нас в январе феврале 24 года и 7 аукцион будет у нас в мае в принципе плюс минус все так и происходило у нас этот конвейер у нас уже запустился давно также еще интересная информация о том что в аукционах будет добавлена новая механика ставки за кредиты свободный опыт где можно будет ставки делать на всю катушку на максимум своих ресурсов поскольку излишки вернуться вам назад то есть допустим если танк стоит 100 тысяч свободки к примеру просто от балды придумал а вы на него поставите миллион свободки и ваша ставка сыграет то у вас заберут 100 тысяч сколько стоит танк а 900 тысяч вам вернут назад я так понимаю оно так будет работать и здесь уже у нас приходит понимание и осознание того зачем вообще у нас нераспределенный опыт собирается на всех танках раньше нужно было нажимать галочку чтобы экипаж на танке качался быстрее либо отжимать ее чтобы опыт собирался нераспределенный который потом можно за золото перевести свободку но сейчас это галочка на танке точнее на экипажа автоматически включена мало того что экипаж быстрее качается так еще и нераспределенный опыт на танках тоже собирается и те люди у которых много золота и много денег могут перевести очень много свободки и на таких аукционах гарантированно сто процентов забирать танки просто выставляя свои огромные кучи ресурсов но прикол в том что раз излишки возвращаются назад то это так себе вымывает ресурсы но есть еще и обычный аукцион где можно поставить много и все эти кучи ресурсов потратить ничего не вернется сколько поставили столько и отдали обычные аукционы тоже будут аукционы всегда были для тех кто либо задроты у него много ресурсов потому что он много каждый день играет либо тот у кого много денег он их вложил в игру и вот эта вот новая функция в аукционе она в принципе не спасает ситуацию но с другой стороны у людей должны быть какие-то бонусы за то что они либо много играют либо вложились много в игру куда-то же мы эти ресурсы девать нужно поэтому я в принципе не против аукционов пусть уже хоть какая-то развлекуха будет хоть что-нибудь пять месяцев назад вышел патч как там он назывался 120.1 кажется и в нем было изменение галочки над экипажем которая называлась ускоренная прокачка экипажа включая которую мы быстрее качаем экипаж выключая мы просто собираем на танке нераспределенный опыт который можно за золото перевести свободку так вот за всю историю сколько я играю в танке у меня накопилось там 6 с небольшим нераспределенного опыта миллионов у меня больше 90 тысяч боев играю с 2013 года и вот пять месяцев назад в этом самом патче сделали так что это галочка всегда включена и экипаж быстрее качается и вот этот вот опыт который можно перевести в свободной он тоже собирается и за пять месяцев при том что я еще много на пресс-аккаунте играю не только всегда на основе у меня уже собралось 11 с половиной миллионов этого опыта и чтобы весь его перевести в свободку мне нужно триста двадцать семь тысяч золота и те у кого золото навалом или бабла или золото но принципе одно и то же смогут это сделать и на таких аукционах просто на все бабки впихивать свободку и собирать просто танк а я знаю что есть люди у которых сотни тысяч золота я думаю что не особо знаю что с ним делать потому что когда у тебя уже все куплено и ты не знаешь куда его уж девать потому что игра не предлагает тебе что с ним делать единство что вот можно теперь этот опыт переводить свободку но что с этими свободками потом делать тратить на аукционах но все это происходит не от хорошей жизни а потому что больше нечем заняться и танки на аукционах во первых они далеко не всегда хорошие во вторых они на аукционе появляются через полгода могут появиться просто в продаже как вот допустим тп все четыре хэви танк мало того что и танк слабенький так еще и после аукциона через время его просто добавили на постоянку в продажу вроде бы как эксклюзив вроде бы как круто и прикольно но и играть на нем не особо хочется и через время эксклюзивность может потеряться вроде бы как я и не против этих аукционов но нюанс следующий потому что им приходится пользоваться потому что больше ничего не предлагают это все нет хорошей жизни от того что просто ничего другого то и нет люди которые давно играют много играют у них много ресурсов и либо из-за того что они задроты либо просто играя понемножку за 10 лет у них что-то там на собиралась на аккаунте либо просто не кучу бабла вывалили или все сразу у них по-любому что-то на аккаунте есть собралось она вот накопилось но куда его можно потратить только вот на такие аукцион чеки иногда покупать танки которые добавляют в продажу за золото и переводить нераспределенный опыт свободку чтобы было много свободки чтобы она была это все равно хоть какое-то занятие лучше чем ничего но другого ничего и не предлагают вот в чем прикол альтернативы никакой нет танки уже давно я думаю у многих выкачаны многие ветки у меня давно уже все прокачано и ветки которые выходят прокачиваться очень быстро дай бог если хотя бы чертежи уберут и ветки будут прокачиваться дольше чем за одну секунду хотя бы какое-то будет занятие но опять же занятие долго прокачивать ветку это тоже нет хорошей жизни не того что есть еще чем-то заниматься это тоже от того что больше той нечем это хоть какая-то цель на мой взгляд типа вроде бы разработчики для людей хоть что-то делают но сделано она таким образом чтобы во-первых растянуть каждое мероприятие как можно на подольше а во-вторых нельзя сказать что люди вкладывая за федо получают что-то прям невероятно вот замечательное мероприятие конструкторское бюро где ты неведомый танк какой-то собираешь за кучу ресурса что-то получаешь и потом думаешь а зачем оно мне сколько раз это событие происходило мне понравился за все это время один танк это я на нем не играю потому что на самом мерзком уровне находится вот и сидим думаем в общем выглядит это странненько казалось бы спасибо и за такие развлечения для тех у кого есть ресурсы но с другой стороны это развлечение приносит удовольствие не так уж и часто а куча ресурсов сливаются но с другой стороны а на что их копить ни на что потому что другого ничего не предлагают а через время вот эти вот танки которые в аукционе они лучше особо то как-то и не становятся а если их когда-нибудь апнут или добавят опять в продажу или так далее то к этому времени опять ресурсы какие-то накопятся по-любому поэтому особо то и смысла пропускать аукционы нет если ресурсов много но с другой стороны если вы эти ресурсы прям через силу еле-еле-еле там по копеечке по песчиночке собирали то прям что угодно на аукционе брать первое встречное это нужно задуматься если вы это берете как какую-то рабочую лошадку или танк на котором хотите поиграть много то там нужно предельно тщательно выбирать ну и нигде кроме как на каком-то канале где можно посмотреть обзор на танк или на стриме вы не поймете что за танк поскольку заранее вы на нем не поиграете только на пресс-аккаунты некоторых контрибьюторов заранее добавляют танки иногда всем добавляют некоторые танки иногда некоторые танки дают покататься только топовым контрибьютором только там вы можете посмотреть как она со стороны выглядит это когда кто-то играет это одно а когда вы сами на него сядете играть все равно она может вам понравится может и нет поэтому аукционы это вот такое. Я бы это назвал лучше, чем ничего. Пишите свое мнение в комментариях. С вами Варчик. Радите красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня. Пока.